Уважаемый Владислав Александрович, уважаемая Валерия Мироновна, уважаемые участники сегодняшнего праздничного события, потому что, когда мы говорим о Александре Александровиче Зиновьеве, о том, что 60 лет его жизни и работы в Московском университете, это была одна из ярких страниц в истории нашего Отечества, то мы говорим об этом с ощущением праздника. И я думаю, не скажу ничего нового, что констатировав простой факт, в истории Московского университета много великих имен. И не случайно МГУ это основа нашего университетского образования, это первоисточник, это тот лидер вузовской среды, научной среды, по которым уравняются все отечественные университеты. И среди этих великих имен Александр Зиновьев занимает очень достойное место. И как ученый, и как человек, который своей научной и гражданской позицией сыграл большую роль в развитии нашего национального самосознания. Я не хочу сейчас говорить о его вкладе в науку. Я хочу больше все же сказать о том, чему и сам был свидетель, о его вкладе в становление нашего Отечества на новой отрезке истории, в 90-е годы. Ведь тогда из-за рубежа, кто из вынужденной эмиграции, кто из эмиграции, к которой стремился, вернулись многие. И повели себя очень по-разному. Некоторые приехали с чувством обиды ко всем, кто жил в стране, потому что они жили без них. Многие радовали жизни без них и не питали тоски по им любимым отсутствующим. А Александр Александрович еще, конечно, не только он, но вот он принадлежит к плеяде тех, кто никогда ни у кого ничего не просил. Кто никогда не подстраивался не под режим советской эпохи, не под режим антисоветской эпохи. Кто приходил со своими убеждениями и говорил, вот мой взгляд на жизнь. Если я востребован, пользуйтесь тем, что я могу дать. Если вы считаете, что я не прав, не будем тратить время, мое, ваше, на дискуссии бессмысленные, потому что это не нужно. И он был востребован. Он не был востребован властью ни в советское, ни в антисоветское время, но он был востребован обществом. И в 90-е годы, когда еще продолжая находиться в Мюнхене, его слово заслучало со страниц газет и журналов реформирующейся России. И когда он вернулся, вначале наездами, а потом вернулся на совсем на родину, и он вернулся действительно как человек, который находился в вынужденной эмиграции, часть сердца которого оставалась здесь. И он вернулся, может быть, с упреком к тем, кто обрек его на эту эмиграцию, но без упрека к тем, кто оставался на родине. Потому что он воспринимал жизнь во всей ее противоречивости и многогранности и активно сразу в нее вошел. Да, он не делал комплиментов, он вновь препарировал и политическую, и социальную нашу жизнь. И он вновь критически воспринимал очень многое. Вот глядя на то, как прошли только что выборы нынешнего российского парламента, я подумал, что всем опять нужно читать зияющие высоты. Вспоминать, что все это уже было. Я думаю, что мы, к сожалению, наступаем на грабли с завидной регулярностью. И когда нам призывают радоваться, что эта грабля нас еще не убила, а только больно ударила, я восхищаюсь таким призывом, потому что, а что, разве фальсификация выборов, циничное вообще игнорирование мнения людей, оно должно быть нормой? А ведь все это уже было описано Зиновьеву многократно. И почему Запад, вначале восторженно его приветствовавший, потом к нему охладел? Потому что, разобравшись с проблемами Советского Союза, он показал именно их проблемы. А вот это уже не любят нигде и никто. И, конечно, сегодня, может быть, это даже грустно, что работы Зиновьева обретают новую актуальность. Обретают новую актуальность, потому что, если мы не извлечем уроков из зияющих высот, и из теории западнизма, и из того, что было написано им о советском обществе, и о тех проблемах, которые перешли из советского общества в современное российское, и далеко не уменьшились порой, а просто видоизменились, мы будем обречены идти не по спирали, а по кругу. А это будет страшно, потому что не будет развития. Кто-то хотел бы, чтобы мы занимались вместо возрождения единой страны, вместо воссоздания единой государственности и в исторической России на послесоветском пространстве, чтобы мы обсуждали только проблемы торговли нефтью и газом, и, может быть, ничем другим. Но ведь мы с вами понимаем, что дух опять начинает оскверняться. И если слова председателя Центральной избирательной комиссии, что мы не позволим народу фальсифицировать итоги выборов, станут лозунгом нашей жизни, то мы очень далеко уйдем. Уйдем в сторону невозврата. Об этом невозврате для советского общества предостерегал Зиновьев. Ведь он не просто критиковал то, что было. Он пытался предостеречь, вылечить болезни. К сожалению, это не было сделано. И болезни сегодня на новом этапе грозят нашему обществу не меньше, чем 50, 40, 30 лет тому назад. Потому что лично, на мой взгляд, сегодняшнее руководство Российской Федерации повторило все ошибки советского партийного высшего руководства 80-х годов. И мы подошли к той черте, за которой Российскую Федерацию уже может ждать участь Советского Союза 90-91 года. Не хочу, чтобы мои опасения сбылись. Всячески делаю, чтобы они не сбылись. Но мы должны смотреть правде в глаза. И поэтому сегодняшнее праздничное событие на самом деле для меня лично это тот камертон. Вот та нота, которую каждый из нас должен услышать в нашей повседневной жизни для того, чтобы еще раз убедиться, сколько много фальши и лжи кругом. И эту фальши и лжи нужно называть фальшью и ложью. Потому что иначе кто-то подумает, что это правда. И мы тогда, как общество, будем жить опять по кругу. А Александр Александрович будет и не дает нам это делать. За что мы и сейчас ему благодарны. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok